Девушки отдыхают У нас в гостях был, я забыл, кто. Ну это какое-то издевательство просто. Достаточно, да? Расскажи немного о себе. Были какие-то мысли, идеи пойти учиться на архитектора, на что-то, что было связано с дизайном и полиграфией, но в итоге все-таки отчетливо понял, что интересно заниматься инженерной работой и двигаться по пути инженера. Соответственно, считаю, что инженер и IT по-хорошему одно и то же. То есть общая база просто в современной интерпретации это называется IT. Интернет и так далее. Как ты пришел к текущей позиции? Начинал, наверное, с более таких фундаментальных вещей. То есть еще обучаясь в институте, я уже, так получилось, что попросили меня поучаствовать в проекте, в авиационной промышленности, которая испытывала тогда не самые лучшие времена. Там была такая задача, был проект, нужно было разработать программное обеспечение для бортового блока связи с научной аппаратурой, который использовался на самолете М-55 «Геофизика». Наша задача была объединить все данные на борту, предоставить данные, связанные с навигацией и так далее. Это была очень интересная работа, разработка велась на C++. То есть это как бы такая была, наверное, для меня очень важная база, которая позволила мне увидеть важные подходы, заложенные в авиации. Да и в принципе, когда ты делаешь приложение, которое работает в воздухе, право на ошибку, как бы, и вообще подходы и возможности к работе с ошибкой не практически отсутствует. То есть отказ приложения в воздухе — это отказ приложения в воздухе. Это практически, как бы, очень сильно фатально. И, собственно, с этим тоже довелось столкнуться. Это было для меня важно. После этого откликнулся человек Андрей из компании Mail.ru, пригласил меня работать в компанию Mail.ru. Это было в 2006 году. Соответственно, я тогда, как бы, очень активно почитал все, что может быть связано с разработкой на языке Perl, с работой баз данных и успешно устроился в компании Mail.ru. Там проработал, занимался разработкой проекта новости Mail.ru, нужно было сделать его с нуля. Чуть больше, чем через год, мне как-то показалось, что вот этот, как бы, уровень комфорта, который присутствовал, то есть хорошее материальное обеспечение, как бы, несильные загрузки, как-то все очень, ну, недостаточно было, наверное, какого-то стресса. И захотелось делать что-то более такое, как бы, динамичное и соответствующее духу времени. И меня пригласили работать в компанию, которая звала тогда Futurica. Собственно, компания Futurica, она собой представляла на тот момент проекты Habr-Habr или Prozori, Dirti.ru. Соответственно, группа товарищей, Денис Кричков и Йован Савич, они тогда получили инвестиции, как раз им нужно было продать инвестиции, собрать, по сути, первую in-house команду. До этого разработка велась, по крайней мере, Habr-Habr, только людьми, которые работали удаленно и в офисе работать не хотели. Соответственно, инвестиции были получены, нужно было выходить на какие-то результаты и, соответственно, нужно было собрать команду. И так получилось, что я стал первым разработчиком, кто пришел в эту компанию, и, соответственно, там довелось собрать так же команду. Там был еще один талантливый человек, который по недужбению там работал в должности фронтенд-верстальщика. Но оказалось, что он очень талантливый разработчик, собственно, все это вместе как бы заработало и закрутилось. А сейчас ты технический директор компании, не маленькой компании в целом, которую, скажем, купила, поглотила компанию. Не поглотила, мы самостоятельная компания, нас просто инвестировали. Вы часть компании Mail.ru, тем не менее, воспринимаетесь, да? Воспринимаем тебя. И каково это вернуться? То есть ты начинал свою деятельность разработчиком в вебе в Mail.ru? Вернуться необычно, да, если даже вспомнить, что офис раньше был разработчиком на Никольской, он примерно занимал четверть этажа, как сейчас один этаж в башне. Необычно так же, наверное, было увидеть многих людей, которые тогда работали, чуть больше десяти лет, но они находятся до сих пор здесь. Ну и, в принципе, конечно, рост очень большой. Но все-таки профиль решаемых задач, он очень отличается от того, чем приходилось заниматься раньше. Когда ты пришел в компанию, ты пришел в компанию уже сразу на позицию технического директора Ситимобил, да? И какая у тебя задача была, стояла перед тобой? Когда я пришел в компанию Ситимобил, ей практически исполнялось уже 10 лет. И так получилось, что уже тогда компания нашла возможность, чтобы превратиться, по сути, в стартап. Мы оставались, наверное, самым последним самостоятельным региатором такси на рынке в Москве. То есть все прочие были либо совсем мало дееспособные, либо они были уже кем-то поглощены, а мы были как практически последних на гигант. Сначала это был сервис, то есть там позвонил, девушка, здравствуйте, пожалуйста, мне машинку. Получалось, как подождете, ну, конечно, подожду, конечно, могу и 40 подождать. Потом это стало, что там буквально, вот давайте вот сейчас или все. Соответственно, когда стало вот сейчас или все, это стало всем понятно, что конкуренция превратилась из сервисной в IT. То есть как бы так вот плавно, теперь внезапно стало понятно, что конкуренты, они были просто компаниями такси, теперь конкуренты — это IT-компании. То есть это серьезные очень международные компании, которые в одной из первых очередей, они как бы действуют все-таки технологиями, не только средствами, не только охватом, не только маркетинговым, но и технологиями. То есть эта возможность того, что вот хочу поехать и давать мне буквально вот сейчас такси, она реализуется только с помощью технологий. Соответственно, задача была вывести компанию на более высокий уровень, привлечь принципиально, то есть сохраняя старую команду, качественно улучшить показатели разработки и возможности продвижения продукта. И, соответственно, как-то так получилось, что наша вера, то есть наша вера была больше, чем даже, ну, например, у кандидатов, то есть проходили разработчики, и они спрашивали, типа, ну, какая-то типа ерунда. Вы тут находитесь, там, вот в офисе на новых черемушках, там, у вас нету вывески, там, типа, как-то вы здесь существуете, а как же вот там такая-то компания, как же такая-то компания, они как бы вас должны просто задавить. А суть была в том, что один из факторов заключался в том, что за 10 лет работы компания Steamobile обрела очень такую прочную, обширную, лояльную аудиторию. Собственно, эта аудитория делилась, входит момент, на большую часть, которая заказывала такси по телефону, и меньшую, которая заказывала такси через приложение. Соответственно, сейчас все уже поменялось, сейчас мы подавляющее почту заказов принимаем через приложение, но раньше было так. Соответственно, вся эта наша работа и вера как-то так случилась, привела к тому, что пошли разговор о том, что у нас будет инвестиция, и, соответственно, мы вступили в партнерские отношения с компанией Mail.ru и Megafon. В любом случае, это же сложная задача сохранять работоспособность бизнеса, поскольку нельзя уронить бизнес, правильно, но при этом технологически и качественно сильно развиться, и, насколько я понимаю, это нужно было сделать еще и в ограниченные сроки, поскольку бюджеты, вот это вот все. Какие самые большие сложности были на этом пути? Мы старались прийти к тому, чтобы ресурсы, которые мы привлекали, особенности в IT, то есть каждый человек, чтобы он линейно влиял на общую эффективность работы. То есть если один разработчик делает работы столько, то чтобы два разработчика делали работы близкое количество к числу двукратному. Соответственно, это одна и была из проблем. Вторая проблема заключается, конечно, в том, что в любом случае, когда есть большое приложение, которое делалось 10 лет, большая база данных, как правило, все эти вещи обращают некоторой связностью, логической, функциональной, есть какие-то интеграции, некоторые компоненты обращаются к тем или иным данным и к той или иной логике и считают, что она там должна просто быть. Поэтому всякое расширение, модернизация и масштабирование, они неминуемо ведут к тому, что нужно применять такие нетривиальные подходы, как параллельный запуск новой системы, когда она работает сначала вместе со старой, запись происходит в два места, потом происходит переключение, миграция данных, возможно, какие-то проблемы, временный откат-обратный, соответственно, запуск окончательный. Довольно такой, как бы, рутинный объем работы. Можешь вспомнить какую-нибудь серьезную проблему в процессе вот этой всей модернизации, прям вот самую серьезную проблему на твоей памяти и как ты с ней справлялся? Основное приложение занималось хранением данных о перемещении водителей. Нужно было сделать, что нужно было делать, во-первых, чтобы данные собирались более точно, чтобы они собирались, точки с местоположением сохранялись более часто, чтобы они не создавали чрезмерные нагрузки на основную базу данных, и чтобы использовалось наиболее подходящее хранилище для такого типа данных. Если мы говорим про данные движения водителя по заказу и вообще, то это уже точно не алиционная база данных. Соответственно, задача стоит в чем? Чтобы реализовать новое хранилище, реализовать улучшенную логику и привлечь к этой логике новых разработчиков, которые очень бы хотелось, чтобы они работали так быстро, что скорость, когда они работают, она не должна зависеть от того, что они пытаются понять какую-то большую часть старой системы. То есть, в этом случае возникает потребность, как принято это называть, разрабатывать отдельные сервисы или микросервисы. То же самое мы сделали с системой хранения координат. То есть, мы назвали проект трекер и реализовали его в виде отдельного приложения с отдельным хранилищем Elasticsearch. И, соответственно, на этапе перехода к этой системе, когда мы точно знаем, что у нас есть тысячи водителей, и мы не можем им сказать, что, ребята, извините, мы сейчас будем переключаться, мы должны обеспечить плавную миграцию. Соответственно, для того, чтобы добиться, мы были вынуждены реализовать функционал в приложении водителя, который отправлял данные в два источника. Собственно, в новый источник они отправились более периодично, отправились потоково и, соответственно, сохранялись нетронутыми и обработанными. Потом, кроме этого, приложение, реализованное отдельно, позволило решать более эффективно задачи уже такого прикладного характера, как то, например, привязка движения водителя к фактической дорожной сети. То есть, водитель едет в условиях города, едет в среди домов, интерференция, помехи, соответственно, у него когда-то плавают. Нужно сделать так, чтобы он ехал по дороге. Соответственно, это все было тоже реализовано в отдельном приложении, реализовано более хорошо. Собственно, важно понимать, что если приложение историческое было сделано на PHP, то новое разработано на языке GoLang, и в нем особенно хорошо и удобно удалось реализовать одноременную работу с тысячами соединений по протоколу WebSocket, то есть это были не отдельные отправки координат, а постоянные потоковые передачи. Соответственно, приложение поддерживает множество соединений, и из всех соединений обрабатывает и сохраняет результаты в общее хранилище. Какие вообще в принципе технологии вы используете у себя на проекте? Базовая технология это то, на чем сделан наш исторический монолит, это PHP, баз данных MySQL, Percon, также используем хранилище Redis, систему сообщений RabbitMQ, ну, это, наверное, основное. В процессе изменения, усложнения архитектуры, как происходил выбор технологий? Как вы выбирали язык Go, например, или как принималось решение о внедрении Elasticsearch? Чем вы руководствовались? Наверное, лучше рассказать на примере использования языка Go. Тут важно описать, что в случае с ним мы решали сразу несколько задач. То есть, задача первая заключалась непосредственно в потребности разработать сервис, который принимает большое количество данных и выполняет большое количество параллельной работы. То есть, то, что как раз прекрасно выполняет Go с тем, что у нее есть Go-рутина. Задача вторая заключалась в том, что мы должны были привлекать, нам было необходимо привлекать разработчиков с рынка труда. И при этом мы вносительно времени обладали какими-то такими привлекательными вещами. То есть, у нас не было какого-то супер-красивого офиса в центре Москвы и у нас не было возможности создать какую-то достаточную репутацию как IT-компания, поэтому нужно было использовать все средства. И было просто понятно, что рынок сервисной разработки, он очень сильно заинтересован в том, чтобы использовать язык Go. То есть, я сам до этого писал только на C, на Go я не писал, но примерно понимал его возможности. То есть, был вынужден еще какую-то решать другую работу и техническую, и административную. Соответственно, такое решение было принято, мы продлили первых специалистов, но опыт показал, что в принципе самыми лучшими Go-розаработчиками в нашем случае стали люди, которые просто обучились ему у нас. То есть, люди, которые приходили и говорили, что они уже знают хорошо, что они очень опытные и профессиональные. И, как правило, показалось, что они себя показывают не так хорошо, как люди, которые пришли к нам, потому что их не брали в другие компании отчасти потому, что они написали на Go. Они писали хорошо на других языках, на NGIS, на PHP, но Go не знали. И, собственно, мы дарим такую возможность, и эта возможность себя оправдал. То есть, люди с большим интересом реально делят эту работу, и сейчас у нас уже несколько сервисов находятся в продакшене, и они реально решают важные неотъемлемые бизнес-задачи и реализованы на Go. Вообще, в принципе, ты можешь рассказать и показать, нарисовать, может быть, на доске, как устроена архитектура в целом. Удача заключается в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы исполняемость заказов была высока. Мы заинтересованы в том, чтобы максимальное количество заказов было исполнено. и в рамках этой работы мы делали такой практический эксперимент, реализовали такую экспериментальную архитектуру. Собственно, у нас есть наше приложение, которое хранит и обрабатывает заказы. Собственно, как обрабатывать заказ. Человек находится в городе с приложением, называет такси. У этого человека на каком-то расстоянии есть машины. Собственно, система определяет, какой водитель в зависимости от параметров работы водителя, от расстояния, от времени, за которое водитель сможет приехать к человеку, какой водитель сможет выполнить заказ. Какая здесь есть особенность, что не всегда все водители максимально сильно заинтересованы в том, чтобы выполнить заказ. Что можно с этим сделать? С этим можно попробовать сделать следующее. Можно попытаться определить, какая вероятность того, что отдельный водитель возьмет заказ. Соответственно, водители выбираются сначала в каком-то радиусе, и уже после этого считается время, когда они смогут доехать в условиях дороги, в условиях провок. Совместно с нашими коллегами мы разрабатывали систему, которая определяла вероятность того, что отдельный водитель возьмет отдельный заказ в конкретных условиях, то есть это и расположение в городе, и время суток, и погодные условия, и стоимость заказа, при этом мы учитывали и возраст водителя, и его месторосположение. Собственно, это была обучающаяся модель, которую мы в итоге запустили в виде отдельного сервиса. то есть сама модель была сделана с использованием языка Python, у нас здесь наше приложение визована языке PHP изначально, нужно было сделать так, чтобы наработки на языке Python и обучающаяся модель могла интегрироваться в существующую систему. Предоставив довольно большое количество данных по истории обработки заказов, мы обучили эту модель, и модель научилась отвечать по некому API о том, что некоторый заказ с параметрами, в которых есть и координаты, и его стоимость, и значение. Для каждого заказа отправлялся массив водителей. Система для каждого водителя возвращала вероятность, которая отражала вероятность того, что этот водитель возьмет заказ. Собственно, что мы делали в основной логике? Мы смотрели, какая будет вероятность для каждого водителя. Допустим, вероятность 001, здесь вероятность 0,15, здесь вероятность 0,1, здесь вероятность, скажем, 002. Если мы понимали, что в радиусе доступности заказа максимальная вероятность того, что водитель возьмет заказ ниже какого-то порога, например, 0,2, мы изменяли нашу комиссию, чем увеличивали привлекательные заказы для водителя. То есть комиссия составляла, например, 10% могли ее сделать равной нулю или единице. Таким образом проводился эксперимент по тому, как это влияет на выполняемость заказов. В итоге мы смогли получить, во-первых, ценные результаты по тому, как изменение комиссии влияет на сценарий заказа. Во-вторых, мы смогли довольно быстро и беспроблемно подключить к нашей команде новые компетенции из области машинного обучения и бигдата. Собственно, статистическая модель была реализована полностью независимо от нашей системы, она существовала полностью автономно, и без особых доработок со стороны нашего приложения мы смогли с ней коммуницировать и непосредственно оказывать влияние на самый важный фактор нашей системы, который заключается в распределении заказов. Возвращаясь к вопросу найма, чем вы заманивали-то разработчиков, потому что это же рынок такой, ну, высококонкуренты не назвать, потому что разработчики, как правило, сами выбирают. Вот, хочу туда. Приходят в компанию, там, Mail.ru, смотрят, что здесь, я не знаю, там, нету бесплатной еды, например. Собственно, чем мы привлекали? Мы привлекали тем, что один из главных факторов, который у нас есть, как я считаю, заключается в том, что мы работаем на реальном рынке. То есть мы не делаем десятый безопасный мессенджер для корпораций, который запустится там через год, может быть, если будут инвестиции. Мы не работаем в стол. Наша каждая задача, ее результат, он непосредственно моментально оказывается в руках либо у клиента, либо у водителя. То есть разработчик делает функционал, который либо помогает водителю больше заработать денег и меньше устать, либо помогает клиенту проще уехать. То есть на тот момент у нас уже изначально было более миллиона установок на платформе Android и, там, несколько поменьше на платформе iOS. Соответственно, многим разработчикам это важно, и мне само это тоже очень важно, что работа, она понятна для кого, максимально понятна. Это никакая не абстракция, не возведение какого-то прототипа, который, может быть, выстрелит. Нет, это все было уже живое и рабоспособное. У нас в шоу есть традиция, гости задают вопрос зрителям и за самый лучший или за правильный ответ дарят подарки. У тебя есть какой-то вопрос к нашим зрителям? Ну, наверное, один из вопросов, который приходит на ум, заключается в том, что зрители могли бы нам предложить варианты названия одной из наших систем. Потому что название для системы важно. Всякий раз, когда система упоминается между разработчиками и администраторами, хорошее название поднимает настроение и все это помогает работать. Например, у нас есть система, которая решает задачи антифрода, то есть обнаруживает нежелательные какие-то операции со стороны водителей. Можно предложить название этой системе. А что получит человек, который предложит самое лучшее название? Этот человек получит прекрасный рюкзак. Отлично. А теперь Блиц. Каким супергероем ты хотел бы стать? Супер-супер работником, который все успевает и не сильно устает к вечеру. Что у тебя чаще всего спрашивают, когда узнают, что ты работаешь в сети-мобил? Как можно получить скидку, наверное? Мак или винда? Линукс. Биткоин покупать или продавать? Ни то, ни другое. Офис или работа удаленно? Офис. Когда тебя заменит робот? Наверное, не при моей жизни. Чем ты планируешь заниматься через 50 лет? Таких планов не строю. Стартап или крупная компания? Стартап. Почему? Наверное, самая интересная работа — это привести стартап к устойчивой и, можно сказать, крупной компании. В этом максимальная сложность и во многом максимальное проявление компетенций. Что бы ты мог посоветовать начинающим разработчикам? Начинающим разработчикам я бы посоветовал быть последовательными на карьерном пути. Потому что в области разработки, разработки в частности в интернет, есть много разных соблазнов, которые не полезны разработчикам, начинающим, таким как вчерашний студент. То есть очень важно выбрать последовательный карьерный путь и не стремиться сразу к каким-то большим материальным благам и легкой работе, которая расхолаживает, подразумевает работу два дня в неделю из дома, откуда попал. Как мне видится, в благослужившей перспективе это не полезно, потому что потом даст о себе знать. Потому что очень важно стать, как можно сказать, седым разработчиком и не оказаться на обочине после кризиса среднего возраста и просто в какой-то момент понять, что тебе ничего не интересно. Очень важно понимать, как распределить силы по дистанции. Нужно развиваться и не расслабляться. Верно. Спасибо за ответы на вопросы. У нас в гостях был Игорь Аскаров, технический директор компании CityMobile. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!